всем привет наконец-то у нас следующая серия о установке компрессора на мою е36 где уже стоит в 8 честно скажу вот с первой серии она вышла месяц назад больше ничего не делалось машины сначала набираем теорию здесь а потом начинаем делать плюс к тому же наконец-то сегодня приехали детали подшипники сальники я вам сейчас покажу и наконец-то можно начать заниматься компрессором то есть почему я не делаю установку почему он здесь до сих пор не прикручен ничего здесь нету морда не снято а морду нужно будет снять для того чтобы правильно поставить ремень сделать натяжение то есть это надо делать когда вот этого всего нет и радиатора в том числе потому что мне непонятно было что делать с напылением то есть с покрытием шнеков и получится не получится как быстро получится купить подшипники все необходимые сальники для этого компрессора все сальники и подшипники у есть сегодня должно решиться момент с покрытием я вроде как нашел в риге кто-то делать сейчас жду от них звонка чтобы они подтвердили что они на как я понимаю здесь эти шнеки они алюминиевые но я так думаю что это алюминий по крайней мере металл тот не магнитится тяжелый он тоже быть не может то есть что-то из твердых металлов иначе представлять сколько нужно было бы мощности чтобы это все провернуть сколько силы понадобилось на вращение этих роторов что мы делаем в этой серии сейчас мы отсюда забираем компрессор с кулерами нас все понятно мы их просто открутим приготовим на повезем их на чистку на aqua blast помните вы об этом говорили форсунки мы то они просто сидеть наживлено как вы помните с предыдущей серии мы просто их снимаем вместе с рампами отдаем их на проливку то есть их прольют посмотрит на правильность факелов как они льют эти форсунки если нужно их может быть и и сразу почистить утро звуком я не знаю то есть форсунки поедут на проверку кулеры на чистку это верхняя часть тоже на чистку а вот сам компрессор мы с вами сегодня разберем есть там пару подводных камней вместе с вами сегодня будем их решать скорее всего эта серия будет сниматься опять-таки несколько недель может быть несколько дней увидите склеечки как всегда но по-другому никак пошли и так что я теперь точно знаю про компрессора пройти компрессор и здесь есть пять подшипников один вот здесь спереди два здесь которые находятся под шестеренками сейчас это все с вами увидим первый раз разбираемся с вами будем изучать и два ком два из нити компрессора 2 игольчатых подшипника вот здесь вот сзади эти вообще без проблем меняется вот этот передний тоже без особых сложностей а вот те подшипники и сальники которые находятся под шестеренками здесь это уже будет сложно там при их выпрессовки ломаются корпуса чуть-чуть они завальцован алюминием там нужно будет подумать или аргоном чуть наварить или завальцевать но это все по мере поступления проблем как говорится но есть один интересный очень факт если бы не покрытие на самом деле я уже говорил скажу еще раз что компрессор ко мне приехал в идеальном состоянии грубо говоря но мои шаловливые пальчики решили а что то такое какой то работает вот этих сколов их не было здесь я вот так вот пальцем решил сделать вот так не было интересно просто какие здесь острые углы и она сделала крык и кусочки сейчас смотрите вот здесь тоже хорошо сидит и она короче улетела вот это все это я уже дальше сам снял мне было интересно как это все легко или тяжело снимается когда разбивается задние подшипники игольчатые то вот эти вот ну назовем их так лезвия или кантики шнеков вот эти вот именно вот этот вот этот ну и так далее да их на каждом роторе по три штуки получается тогда здесь появляется вот такие вот задиры а увидите как как вы видите здесь их нету вот этот скол сделал я сам это говорит о том что задние игольчатые подшипники целые когда разбивается передние подшипники в корпусе тогда с торца шнеков появляются задиры а у меня задиров нету ни на вот этих вот торцах но ножах да и так назовем не вот на этих торцах самих шнеков то есть это все говорит о том что эти и эти подшипники у этого компрессора живые но так как нам нужно восстановить покрытие нам и в любом случае нужно разобрать и я заказал подшипники вот мне приехал сегодня такой мешочек с англией сейчас вам попутно расскажу что-то внутри и меня такая дилемма как бы знаете менять не менять менять и менять но было принято решение мной сегодня что раз мы уже туда лезем нужно все собрать подшипники все есть и к этому вопрос не возвращаться многие что делать просто покупают компрессор ставят их и ездят никаких проблем с этим не возникает вы знаете мой подход особенно когда это касается автоспорта я хочу собрать эту вещь так чтобы я сюда не возвращался первым делом что мы сделаем здесь вот в этой передней части это камера емкость куда заливается масло там должно быть порядка 120 130 миллилитров масла мы его сейчас шприцом заберем и померим сколько его там это нам количество масла нам даст понять в каком состоянии сальники если там масло будет меньше чем положено значит сальники пропускает их сто процентов меня если мы выльем оттуда нужное количество масла мы еще раз убедимся в том что компрессор в хорошем состоянии и сальники эти теоретически можно не менять по планам концу января максимум вот эта штука должна стоять на машине должна запускаться и работать но это не точно черт 4 4 это же 3 а это прикол какой-то американский да смотри шестигранник на 5 не лезет шестигранник на 4 маленький типа там четыре с половиной чем крутить причем эта пробка которая скорее всего будет затянута и сорвать ее будет очень легко но смысле нее сорвать а грани идет вот это вот неожиданно сейчас было абсолютно очидит меня тушить граника на четыре с половиной ну вот еще один 5 нет а4 будет маленький да это теперь не занимаюсь что-то американцы делает потому что они делают такую ерунду четыре с половиной шестигранник серьезно в общем я тут победу нашел т-30 смотрите подходит это не очень правильно конечно 30 30 торг сам крутить по слегка все получилось открутилась так сейчас надо его еще чуть выше поднять чтобы не потекло масло в комплекте с вот этим вот ремкомплектом на компрессор лежал шприц я так понимаю это заправлять хотя заправлять мне кажется нужно по заливную крышку их 1 кстати что я сегодня увидел упаковки когда раскрыл это шприц думаю нормально я заказал подождите подождите там еще есть 2 думаю вот это я заказал выше что он дальше будет еще лежать так теперь на трубочку да давайте откроем крышку пробку точнее потекло значит что мечу сказали что это масло не обманули не такой запах специфический очень похож на запах трансмиссионного масла ну как в редуктором заливается но еще с таким рыбным стукшим кем-то запахом при этом масло кстати светлая вытекает я хочу делать надо поменьше трубочку у меня нету камень в трубочку в общем идея с забрать масло туда с помощью шприца не очень получилось потому что ну вот нет у меня сейчас быстро трубочки маленькой мы не будем искать просто выльем сюда пока в кружку в кружку потом замерим сколько было масло мужа я все вряд ли смогу вылить но постараюсь сколько здесь 200 миллилитров 250 ну тогда здесь есть 120 грамм точно 120 хорошо затянуто возможно даже на клею все я теперь наверно понял здесь комплекте есть давайте сразу покажем два задних игольчатых подшипника новых соответственно масло 250 миллилитров здесь есть четыре подшипника сальники три штуки так я понимаю большой это передний и два маленьких которые здесь собственно стоят под шестеренка и вот такая муфточка соединительная которая здесь это это аналог того что у вас есть у нас у всех есть на кардане и так моя смазка на для подшипников будем потом разбираться и вот есть клей польский из англии приехал я так понимаю я сейчас об этом вспомнил потому что болты вот эти судя по сему стоят на клею они очень плохо крутится да я прям чувствую они склеены на клею стоят отчет пошло так масло потекло сколько тут еще масло вытекло сейчас дофига да смотри даже даже направляющие есть вот наша передняя крышка блин каком хорошем состоянии подшипники слушай может не менять знаете в чем сложность в том что вот эти шестеренки их очень правильно нужно и снять и поставить и так не хочется это делать но я не могу восстановить покрытие вот в таком собранном состоянии его в любом случае к сожалению мне придется вот это все поснимать ладно теперь смотрите насколько мне известно теперь вот это еще половиночка должна отделиться и тогда должны отсюда вылезти фаску легкий с ростом вот эти ротор они должны вылезти сюда вместе с этой передней частью какой-нибудь человек который хорошо разбирается в компрессорах смотрит это видео у него голова просто такая чё ты делаешь где вы были раньше я два месяца в поисках человека который может не помочь никто ничего не говорит все молчат никто ничего не знает приводите сделаем это это только питер и москва в прибалтике вообще никто это мне кажется это вообще не изученная тема у нас в риге поэтому как умею задиры есть на корпусе но без них никак причем на правой стороне рисочки на не завидно не видно а на левой стороне их почти нету искренне допускаю что я первым попытка восстановления компрессора закончится плачевно что нигде не будет жрать что нибудь цеплять что нибудь стучать греметь отваливаться не знаю короче нам нужно вот эти шестеренки снять с валов вот вал это ротор вот эти шестеренки они здесь сидят на горячую их нужно греть и выпрессовывать как это пока сделать вот есть вот это литье можно было взять съемником и потихонечку снимать а как зацепить съемником то слушайте пока что я понимаю что это будет не так просто короче пацаны и девчонки кто смотрит сколько я частный находил да я принял решение разбираем если его сломают я сломаю его сам а не смогу по какой причине сон секрет да это я понимаю это без проблем выглядит но сейчас созвонил всем человеком не знаю откуда он с москвы откуда не знаю он сказал что не лезь сам после если в пьема скину фотки сейчас мы посмотрим на цепь он сказал что просто зачем еще то полез я грузить тефлона он сказал что меня и подшипники игольчатый снимай тефлон просто сними его собери заново компрессор залив новое масло и и дальше я отправил сейчас фотки посмотрим что он ответит я сказал без тефлона можно смело ехать ничего там страшного нет туда типа дальше не лезть иначе я сам без знаний опыта и всего остального не сделаю будет просто выкинешь компрессор потом что говорить произнос шестеренок ну понятно что здесь все это есть допуске тоже но этого никто черт возьми не знает в этой реке я м отправил фотографии у меня так и ответил вы снимаете где снимается давайте попробуем поснимать тефлон я не очень понимаю как его снимать я сейчас возьму возьму лезвие попробую ножом лезвие его снимать блин а зазор это увеличится смотри как он снимается сейчас и кажется что здесь он не снимется да я считаю что если уж мы идем таким путем то тогда надо полностью от него избавиться и так снова всем привет в этом же самом видео прошло день или два я уже не помню бессонной ночи сбор опять очередной информации на данный момент я все-таки решил не трогать вот эти подшипники которые находятся у нас здесь под шестеренками там есть некие сложности хотя в теории все звучит не так страшно но пока что туда не полезет чисто по логике тефлон для чего нужен в принципе мы его используем в жизни это антипригарное покрытие чтобы ему не пригорало например масло масло сюда попадает только в виде паров картерных газов ну на штатном ягуарском моторе например я же свои вентиляцию картера уберу в сторону в маслопомойку так называем то здесь масло не будет вообще моторного поэтому на сегодняшний момент принято решение снять полностью тефло и поставить его так по крайней мере так мне еще сказал один человек что снимает без него но и фон отсюда очень сложно снять это прям проблема долгими путями было найдено вот такое средство не буду рекламировать не реклама ничего просто обычный paint remover то есть то что удаляет краску давайте просто продемонстрирую как это происходит мы не будем весь процесс снимать потому что это очень такой химический процесс берем просто лезвие смотреть видите ничего не могу с ним сделать просто царапается берем это химия в общем я сниму этот тефлон дальше как я сказал поменяя подшипники все от моем покрасим на на корпус решим как это внешне и соберем и поедем без тефлона может быть я сильно об этом пожалею может быть от этого что-нибудь испортится не будет работать покажет только практика все двигаемся дальше это все сейчас повезем чистить в аквабласт посмотрим как ребята чистить я примерно понимаю как это работает но я думаю вам будет вместе со мной интересно посмотреть как это устроено в водописать чистится также мы сейчас к ним отвезем шкив почистим но шкив мы будем точить новый объясню почему здесь восемь дорожек нам нужно 7 я считаю что ремень должен ходить по 7 ручейковому ролику почистим его для того чтобы у токаря были правильный размер и его сразу и думаю почистим заберем и дадим токарю на вытащить новый ролик и и Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Если интересно, как это происходит, технология называется «Аквабластинг». В принципе, все в названии. Это вода, воздух в большом количестве и мягкий абразив. Абразив составляет всего 10%. И абразив подобран таким образом, чтобы не повреждать мягкие поверхности. То есть чистим и алюминий, и мягкие сплавы, и резину, и пластмассу. И в принципе, вот то, о чем я говорю, вода. Это главный чистящий компонент. Вода смягчает, вода полирует, вода охлаждает. И в итоге получаем такой эффект, как вы видите на наших фотографиях и в видео Александра. Один из самых распространенных вопросов – это стоимость. Ну, как в любой чистке, стоимость индивидуальна. Все зависит от состояния детали. От того, покрашена она, перегрета она, какой сплав, какая краска. В принципе, можно ориентироваться на стоимость работ 45 евро в час. Конечно, многие детали, которые через нас прошли, мы уже более-менее представляем потолок стоимости чистки. Поэтому можно обращаться, можно присылать фотографии. Мы посмотрим и примерно, скажем, бюджет. Что, ребята, мы приехали забирать все свои детали. И вот сейчас прямо при нас заканчивали последнюю часть нашего компрессора. Как видите наглядно, я хотел вам показать, что именно в чем главное отличие от того, что здесь происходит. Если вы приведете деталь куда-нибудь на пескоструй, я вот лично столкнулся. Там ваши детали, никто не будет ничего заклеивать, их отпесочат, попортят там все поверхности и на этом все закончат. Именно вот ребята в Аква Бласт делают, видите, фанерку. Прикрутили одну плоскость, здесь поставили заглушку, заклеили скотчем вторую, вторая часть, здесь заглушечки поставили. То есть приведете деталь, скажете, где нельзя чистить, куда нельзя попадать водой. В итоге деталью свою заберете полностью в исправном виде, ничего у вас не будет испорчено. Это важно. Ну что, друзья, мы все собрали в единое целое. Ну, в смысле, пока не в единое целое, а по гаражу все валяется. Давайте сейчас вместе с вами на пару болтиков наживим все на место и посмотрим, как это будет выглядеть. Вот такая вот у нас вырисовывается картина. Эту серию мы снимали, как я уже говорил, несколько недель. У нас есть результат. У нас есть результат какой? Мы все вычистили. Мы в том числе этого не показывали вам, к сожалению. Эти интеркулеры внутри радиатора отмыты ультразвуком. Они внутри тоже чистые. Почему все так долго было? Потому что там интеркулеры лежали три дня на ультразвуке. Примерно неделю ребята из Аква Бласты занимались нашими вопросами. Потом лежали несколько дней на ультразвуке вот эти форсунки. Вытачивался у токаря. Это старый шкив. Новый шкив. Сейчас все быстро подробно расскажу. Сейчас происходили вещи, от которых мы, скажем так, были зависимы от посторонних, от третьих лиц, как говорится. Итак, быстро, но по порядку очень важная информация, которая вам может пригодиться. Первое. Что мы сделали с компрессором, с самими роторами так называемыми? Ничего. Как вы видели, я с них снял полностью тефлон. Мне удалось получить наконец-то конкретный ответ от людей из Англии, которые занимаются вот этими ремонтами этих компрессоров. Powerhouse есть такие ребята. Они мне ответили, что без тефлонового покрытия упадет давление надува примерно на 0,1 бар. Этот компрессор должен качать примерно 0,5 бар при условии, что у него есть тефлоновое покрытие. Смотрите, тефлон мы сняли. Теоретически он будет качать 0,4 бар. Это уже не то, что хотелось бы. Нам нужно поднять давление обратно. Как это сделать? Правильно. Поставив сюда маленький ролик. Оригинальный шкив 72 миллиметра. Я почитал, посмотрел, какой ставят ребята все. И здесь теперь стоит 65 миллиметров ролик. Плюс тот ролик на 8 дорожек. Ягуара 8. 8 дорожек ремень у нас на BMW 7. И этот ролик тоже вытащен уже на 7 дорожек. Соответственно, под мой ремень. Ну как под мой ремень сюда будет подбираться какой-то, не знаю от чего, от грузовика еще чего-то. Но сама суть, что у нас теперь совпадают дорожки и на основных моих роликах, и на этом. Сейчас у вас появится вопрос 100%. Не близко ли стоит шкив к радиатору? Шкив не напрессован. Он будет запрессовываться сюда и ловить соосность с моими основными ремнями. Поэтому вот на это расстояние пока что не смотрим. После того, как мы подняли обороты компрессора, что происходит дальше? Правильно. Воздух, который проходит через него, он больше нагревается, несмотря на эти интеркулеры. Воздух, попадает который уже непосредственно в камеру сгорания, он будет горячее, чем хотелось бы. Это что? Это тоже плохо. Если мы едем на бензине, это большие шансы на детонацию. Не получится агрессивный настрой двигателя. В итоге мы можем получить свою маленькую мощность, там менее 400 сил. Если здесь у нас сейчас порядка 300 было в атмосфере, то с этим компрессором на бензине, вот с таким состоянием роторов, мы можем получить, там, не знаю, теоретически 360-370 лошадиных сил. Это совершенно не то, что мне хотелось бы получить, вот по сравнению с тем, сколько вложено сил, средств, времени, вот и все, получить какие-то приросты незначительных совсем, там, 70 лошадиных сил. Что мы можем сделать? Есть два пути. Три. Три пути. Первое. Остаться на бензине, получить совсем маленькую мощность и огромный шанс уложить мотор из-за высокой температуры в камере сгорания. Соответственно, детонация, все остальное, но это не сейчас, об этом не буду объяснять. Второй способ. Это поставить систему водометанола. Я ее уже почти купил. Что такое водометанол? В двух словах, это ставится, допустим, в багажнике маленький такой бачок, литр, в 5-10 они разного могут быть объемом. Насос врезается в форсунки, например, сюда, снизу, сверху, неважно, и уже после наддува впрыскивается водометанол. Водометанол снижает в камере сгорания температуру, позволяет более агрессивно настроить двигатель, соответственно, сделать более мощный мотор. С водометанолом, я думаю, что здесь можно было бы снимать 400-450 лошадей вот в такой конфигурации, с голыми шнеками и с этим роликом. Но, так как вы знаете, что машина едет в спорте, а в спорте мне хотелось бы максимальной надежности, которую только можно получить, понятно, что все это может сломаться на первом же выезде, но подготовиться нужно, собрать машину максимально, хотя бы теоретически надежно. Так вот, метанол, водометанол, это, простыми словами, вторая топливная система, которая будет у вас стоять. Она может выйти из строя, она может что-то не впрыснуть вовремя, отказать форсунка, там, залить, или залить, наоборот, или, наоборот, не дать вам видометанола. В общем, без подробностей эта система может подвести. Как только она подведет, достаточно 5-10 секунд в режиме педаль в пол, и мотор просто расплавляется, поршня стекает, как говорится, в поддон, и на этом все заканчивается. Есть третье решение. Это перейти на топливо Е85, или в народе называют его перейти на спирт. Я очень долго решал, какой же все-таки из трех вариантов мне подходит. Первый исключаем, потому что очень горячо будет. Второй, с водометанолом, как бы да и как бы нет. Остается третий вариант, это Е85, который, что такое Е85? Вместо бензина он заливается в бак, ставится более производительный насос. Буквально через пару часов он будет у меня на руках. Форсунки этих нам будет достаточно. И получаем, что спирт, так называемый Е85, это значительно лучше, даже чем бензин плюс водометанол. Е85, ну, его можно довести до детонации, но это такой вид топлива, который, ну, совсем грубо не детонирует. У него очень маленькая температура горения, то есть это для нашего случая, это идеальный вариант. Мы здесь подняли температуру, сколько-то ее охладили через кулеры и впрыскнули туда спирт. Тем самым мы получили маленькую температуру сгорания в камере, и мы как бы сохраняем двигатель, не даем ему расплавиться, очень грубо говоря. Мы поедем на Е85, это окончательное бесповоротное решение. Для этого нужно, как я уже сказал, насос, форсунки есть, просто заливаем спирт, так называемый, и едем на стенд настраиваться. Что было еще сделано? У меня лежат форсунки, вот они, отмытые ультразвуком. Они проверены. У форсунок есть интересный момент. Они изначально показали 280 кубиков, ну 280 ТЦ, производительность этих форсунок. Их очистили. Две, кстати, вообще не открылись. Они просто не хотели работать. Дальше форсунки отлежали ночь в ультразвуковой ванне, их отмыли. Утром они уже показали нам при трехбарном регуляторе, вот этом клапане, вот в этих рейках внутри, при трех барах они показали 320 кубиков. При четырех барах эти форсунки показали уже 370, а при пяти барах, а была мысль сюда поставить клапан на 5 бар, они уже показали 420 кубиков. Так вот, 420 при пяти барном клапане это более чем достаточно даже для спирта. Потому что спирт, то есть Е85, нужно примерно на 30% больше подать в двигатель, чем бензина. По топливной системе все понятно. Дальше, есть еще один нюанс, который немножко стопорит процесс, это дроссель. Как видите, в руках у меня находится новый дроссель. Почему не использую оригинальный, вот он, мой V8 дроссель. Обратите внимание, особенно по задней стороне, какая большая разница в его размерах. И крепление 6 точек, и здесь для датчика холостого, то есть он нам просто не годится. Его можно использовать, но он громадный просто. У меня в руках, да-да, вы не поверите, китайский дроссель. Его продают на Алиэкспрессе, стоит он 30 евро. Вот он у меня есть. Но этот дроссель 70 миллиметров. Вот этот V8, мой родной, он и больше, чем мне нужно. И, как я и сказал, он не подходит. На Ягуаровском компрессоре диаметр, куда ставится дроссель, 76 миллиметров. Этот маленький 70. Мы заказали новый дроссель, он буквально на днях приедет, 80-миллиметровый, точно такой же. И мы его будем ставить либо здесь, либо прямо вот туда на компрессор, если нам удастся его еще чуть-чуть уменьшить по размерам, чтобы оттуда вот таким вот образом вывести трубу и делать забор воздуха отсюда с фарой. Ну, плюс-минус это будет выглядеть так. К чему я вам это все рассказываю? Что если буквально через пару дней приезжает ко мне и насос, и дроссель, а это уже вроде как чуть ли не в Риге находится, судя по трекингу нашей посылки, мы начинаем более интенсивно собирать наш проект. Спасибо, что вы так долго ждали эту серию. Она получилась вот такая вот перемешанная, но тем не менее, я думаю, что мы просто очень много собирали информации, что-то делали. Теперь нас не остановишь. И я думаю, что будет очень интересно. И, кстати, еще один интересный момент. Совсем грубо. Если на бензине вот этот компрессор выдавал бы нам грубо 400 лошадей, то на Е85 с этими же самыми настройками машина может показать, двигатель может показать порядка 500 лошадиных сил. Как будет на самом деле, не знаю. Увидим совсем скоро. Я готовлюсь к съемкам следующей серии. Будем разбирать морду, ставить ролики ремни и дроссель, все остальное. Спасибо, жду вас в комментариях. И пока.